Вячеслав Александрович, добрый день. Расскажите, пожалуйста, сегодня у нас такое интересное событие, открывается новый зал бокса. Вот историю его появления, расскажите. Ну, получилось так, что в 2019 году тот зал, где мы занимались на труде, ну, уже пришел в негодность, так скажем, старый был. Поэтому получилось так, что Федерация бокса и Диша Квант, отделение бокса, остались без зала. И мы в то время вместе, еще Шапша Владислав Валерьевич был мэром города, тогда было обещано всем, что мы зал сделаем, предоставим зал детям. Ну, вот прошло время, я считаю, не так много, мы сделали зал, специализированный зал бокса, современный, и вот это событие мы сегодня отмечаем. Финансовая ответственность легла на Федерацию бокса? Да, на Федерацию бокса города Обницк, на меня, так скажем. Хочется понимать, то есть здесь клуб будет работать в составе Кванта школы, или это отдельно? Конечно, нет, ну, клуб, как бы, ну, все равно Федерация бокса отвечает за бокс в городе, но так как занимаются дети, воспитанники Диша Квант, и Диша Квант отвечает тоже за детей, поэтому они, конечно, здесь отделение бокса Диша Квант будет заниматься с 4 до 8, это их время. А занятия уже начались, или только в перспективе? Да, начались занятия, просто мы вот с открытием пока оборудовали раздевалки, пока, ну, все это вот процесс был такой, даже дети уже занимались, когда раздевалки еще не готовы были. Но они занимались, раздевались здесь, и уже месяц где-то занимаются. Виктор Федорович, сегодня для города важное событие, вот что вы можете по этому поводу сказать? Да, естественно, важное событие лишь по одной причине, что создана хорошая материально-техническая база для воспитания нашей молодежи, для воспитания сильного духа, физически крепкого, ну, а значит, и умственного развития. В первую очередь я хотел поздравить президента Федерации, Клименко Вячеслава Александровича, своего друга, который очень много времени уделяет именно этому виду спорта. Я его поддерживаю, он молодец. Я искренне считаю, что гордость, которую испытывают горожане по отношению к своим спортсменам, своим победителям, своим тренерам, это очень важная составляющая нашей жизни. Мы должны гордиться не только тем, что было в нашем славном прошлом, но и в том, что происходит сейчас в спортивных достижениях. Обнинск показывает всем примеров. И то, что у нас сейчас новый министр спорта, Олег Эдуардович Сердюков, ему есть чем сравнить с Белгородской областью, с другими областями, что, в общем-то, небольшой город, Обнинск, но показывает такие результаты, которых у столичных городов нет. И мы вполне можем конкурировать по большому количеству видов спорта с такими маститами, значит, маститами городами и областями, у которых хорошие тоже исторические такие корни спортивные. Поэтому, воспитывая здесь детей, воспитывая настоящих профессионалов, мы закладываем будущее под то, чтобы когда-то, может быть, у нас будут успехи, мы будем гордиться чемпионами, победителями, призерами и так далее. И вот тот уровень внимания, который сейчас мы уделяем спорту, не только в Обнинске, но я уверен, что с приходом Владислава Леевича Шапши в областное руководство и в других видах спорта, у нас сейчас, допустим, с введением еще дополнительно двух ледовых арен, в области будет шесть ледовых арен. Мы можем показывать результаты и в хоккее, и в фигурном катании и так далее. Поэтому, вот открытие таких спортивных центров, это хороший способ убрать и молодежь с улицы, дать им возможность заниматься в качественных условиях, приглашать сюда гостей и, знаете, и на людей посмотреть, и себя показать. И очень серьезный вклад в воспитание будущих поколений.